Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! У нас сегодня очередной урок русского языка и проведу его я, Раимбаева Тамара Абдувахабовна. Тема нашего урока – буквы И, У, А после шипящих. Разделительный, твердый и мягкий знак, раздельное написание предлогов. Сегодня на уроке нам предстоит познакомиться с написанием букв И, У, А после шипящих. Также мы с вами познакомимся с правилом написания разделительного, твердого и мягкого знаков. Познакомимся с раздельным написанием предлогов. И, как всегда, закрепим на практике полученные знания. В синем море звезды блещут, в синем море волны хлещут, туча по морю идет, бочка по морю плывет. Ребята, догадались, о чем у нас сегодня пойдет речь? А будем мы с вами сегодня говорить о написании букв У, А и после шипящих. Мы сегодня с вами познакомимся с орфограммой номер 5. Буквы И, У, А после шипящих. После шипящих Ж, Ч, Ш, Щ, мы пишем буквы И, У, А. Исключение составляют три слова французского происхождения. Брошюра, жюри, парашют. Запишите в своих словариках эти слова и запомните, как они пишутся. Давайте закончим предложение. Группа специалистов, которые решают вопрос о присуждении накрады на конкурсах или выставках. И называется эта группа жюри. Запоминайте, как пишется это слово. Небольшая книжка, листы которой скреплены или сшиты, называется брошюра. Запоминаем, ребята. Тучек нет на горизонте, но раскрылся в небе зонтик. Через несколько минут опустился парашют. А теперь давайте вставим пропущенные буквы. Ребята, в начальной школе вы говорили. Жи, ши, пиши с И, чу, щу, пиши с У, ча, ща, пиши с А. Запомните, ребята. После шипящих, же, че, ша, ща, пишутся только буквы И, У, А. И никогда не пишется буквы Я, Ю, И. Вставляем буквы. Снежинка, широкий, вершина. Жи, ши, пишем с буквой И. Площадь, ча, ща, пишем с буквой А. Жи, ши, жидкость, тишина, пишем с буквами И. Чудесный, чущу, пишем с буквой У. Жизнь, шитье, жи, ши, пишем с буквами И. Чаща, чистушки, чаща, пишем с буквами А. Чудкость, чущу, пишем с буквой У. Чахлы, чаща, пишем с буквой А. Ошибка, жи, ши, пишем с буквой И. И скучает, чаща пишем с буквой А. Это правило, ребята, вы помните еще из начальной школы. А теперь спишем и вставим пропущенные буквы. Щука в речке жила, щеткой воду мела, Щи варила для гостей, угощала пескарей. Аист жил у нас на крыше, а в подвале жили мыши. В живом уголке живут ежи и ужи. Роща, чаща и свеча, пича, туча, саранча с буквой А, и ча, и ща. Итак, ребята, вставляем пропущенные буквы. Щука, чу-щу, пиши с у, жил, жили, мыши, в живом ежи и уже пишем букву И. Жи-ши, пиши с И. А сейчас, ребята, у нас очень интересный вид работы. Это диктант молчанка. Вы будете должны написать название тех предметов, которые изображены на этих картинках. Вам, подсказка, должны быть слова на изученную орфограмму. Итак, например, шиповник. Дальше вы пишете эти слова сами. А теперь проверим, какие слова у нас получились. Жираф, жи-ши, пиши с И. Чайка, ча-ща, пиши с А. Щавель, ча-ща, пиши с А. В этом слове ударение падает на второй слог. Запомните, ребята. Шиповник, жи-ши, пиши с И. Ищука, чу-щу, пиши с У. А теперь к данным словам подберем близкие по значению слова с сочетаниями чу-ча-ща. Ребята, вы помните, близкие по значению слова – это синонимы. Волшебник, близкое по значению слова – это чародей. Ча-ща мы напишем с буквой А. Глушь – это ча-ща, мы напишем букву А. Храбрец – это смельчак. И мы тоже здесь напишем букву А. Нередко, синоним часто, ча-ща, пиши с А. Грязный, синоним чумазы, чу-щу, пиши с У. И жалеть – значит щадить. Ча-ща, пиши с буквой А. Повторим, ребята, правило. После шипящих Ж, Ч, Ш, Щ, пиши буквы И, У, А. Запомнили, ребята? Это орфограмма номер 5. Не забудьте записать ее в своей тетрадочке орфограмм и выучить. А сейчас переходим к орфограмме номер 6. Это правописание разделительного, твердого и мягкого знаков. Итак, ребята, когда же у нас пишется разделительный твердый знак? Разделительный твердый знак пишется после приставок на согласный перед буквами Е, Ё, Ю, Я. Обратите внимание на эти примеры. В слове подъем приставка под, она оканчивается на согласный. Корень начинается с буквы Ё, значит после приставки пишем разделительный твердый знак. Объявление приставка оп, она оканчивается на согласный. Корень начинается с Я, значит после приставки пишем разделительный твердый знак. Итак, ребята, разделительный твёрдый знак пишется после приставок, если она оканчивается на согласную, а корень начинается с букв Е, Ё, Ю, Я. Когда же пишется разделительный мягкий знак? Разделительный мягкий знак пишется в середине слова перед буквами Е, Ё, Ю, Я, И, а также в иноязычных словах перед буквой О. Например, птичьи, вьюн, обезьяна, перья, почтальон. Ребята, мягкий знак никакого звукового выражения не имеет, он не обозначает звука. Роль этой буквы заключается в русском языке в другом. Мягкий знак является показателем мягкости согласных звуков на письме или выполняет разделительную функцию. Вот в наших случаях разделительный мягкий знак и выполняет функцию разделения. Во всех этих словах мы написали разделительный мягкий знак. Ребята, здесь нет приставок на согласные, вы видите, да, ребята? Кроме того, у нас здесь есть буквы И, Я, Е, Ё. Следовательно, мы будем писать разделительный мягкий знак. Давайте теперь выпишем слова в два столбика. В первый столбик мы выпишем слова с разделительным мягким знаком, во второй с разделительным твердым знаком. Дьявол, разъехаться, обезьяна, семья, предъявить, въезд, съежиться, вьюга, счастье, объявление, деревья. Посмотрим, что у нас получилось. Я думаю, ребята, что вы справитесь с этим несложным заданием. Итак, проверяем. Слова с разделительным мягким знаком. Дьявол, обезьяна, семья, вьюга, счастье, деревья. Вы видите, ребята, что в этих словах нет приставки. Значит, мы напишем разделительный мягкий знак. А вот в словах разъехаться, предъявить, въезд, съежился, объявление, мы напишем разделительный твердый знак, потому что здесь приставки оканчиваются на согласный, а корень начинается с букв Е, Ё, Ю, Я. Следовательно, пишем разделительный твердый знак. Давайте побудем редакторами и попробуем исправить эти ошибки. Шьет платье, журчание ручья, съедают листья, съемка обезьяны, подъехал к подъезду. Ребята, смотрите, есть ли у вас приставка или нет? Если у вас нет приставки, тогда проще определить, какую же букву писать. Разделительный мягкий знак или твердый. Давайте проверим, что у нас получилось. Шьет платье, журчание ручья, обезьяны, мы написали с разделительным мягким знаком. Здесь нет приставки, буквы стоят в середине слова, перед буквами Е, Ё, Ю, Я. В словах съедают, съемка, подъехал к подъезду, мы написали разделительный твердый знак, потому что здесь есть приставка, которая оканчивается на согласный, и корень начинается с буквы Е, Ё, Ю, Я. А теперь вспоминаем, ребята, что такое предлог. Из начальной школы вы помните, что предлог – это часть речи, которая служит для связи слов, словосочетаний и в предложении. Вот они, эти предлоги. В, НА, ПО, ИС, ПОТ, ОКОЛО. Орфограмма номер 7. Все предлоги со словами пишутся раздельно, кроме трех предлогов, которые пишутся через дефис. Это предлоги ИЗА, ИС, ПОТ, ПО, НАТ. Эти предлоги пишутся через дефис. Например, говорить о книге. Предлог со словом мы написали раздельно. Из-за угла предлог ИЗА мы написали через дефис. На прошлом уроке мы с вами говорили, как отличить предлоги от других частей слов или даже частей речи. Ребята, помните, что предлог – это часть речи. Предлог служит для связи слов и пишется со словом раздельно. Мы с вами на прошлом уроке говорили, что между предлогом и словом можно вставить вопрос или слово, определение. Посмотрите на эти предложения. Мы встретились в лесу у чего? У дачи. Мы встретились в лесу у новой дачи, у большой дачи. Это предлог. Пишем со словом раздельно. Посмотри на строение этого лепестка. Посмотри на что настроение. Посмотри на интересное строение этого лепестка. Это предлог. Пишем со словом раздельно. Итак, ребята, сегодня на уроке мы познакомились с написанием букв ИУА после шипящих. Орфограмма номер 5. И вы запомнили слова-исключение. Прошюра, Юрий, Парашют. Познакомились с правилом написания разделительного, твердого и мягкого знака. Это орфограмма номер 6. А также мы с вами познакомились с раздельным написанием предлогов. Орфограмма номер 7. Кроме того, мы закрепили на практике все полученные знания. А теперь, ребята, запишите домашнее задание. Упражнение 34. Списать, вставить пропущенные буквы, обозначить орфограмму номер 5. Выполнить упражнение 38. Вам нужно будет списать, обозначить орфограмму номер 7. И упражнение 42. Вам нужно будет составить всевозможные сочетания. На этом наш урок закончен. Не забудьте выполнить домашнее задание. Всего доброго. До скорой встречи. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте, дорогие ребята! Меня зовут Татьяна Валентиновна. Тема сегодняшнего урока – практическое занятие. Знаете ли вы историю своей Махали, села, района, города и области? Почему мы начинаем именно сегодня с данной темы? На том уроке мы с вами говорили, что такое история, как мы изучаем историю Узбекистана и почему Узбекистан – наш общий дом. Сегодня я вас познакомлю, как нужно составлять практическую работу. По какому плану мы сегодня будем работать? Как изучается история Махали, села, района, города и области? Для чего нужно узнать историю? Причем историю не просто история, как предмет, а именно история своего края. И практическое задание, то есть именно как вы будете выполнять домашнюю работу. Итак, ты мира не узнаешь, не зная края своего. Почему? Потому что действительно все взаимосвязано. Для чего людям нужно знать историю своего города, региона, государства? Ведь этот вопрос задается в наше время очень-очень часто. Хотя, на мой взгляд, он разназначен с таким. А стоит ли учиться на чужих ошибках, когда можно набивать и свои шишки? Для понимания современного состояния человечества никак нельзя ограничиться общими знаниями. Знаниями об истории, истории своей страны именно в целом. Необходимо знать историю своего края, места, где ты родился, то есть именно историю моей малой родины. Важно понимать, что наше государство с его открытиями, рекордами, победами не стало бы таким без малых городов, без малых кишлаков, аулов и махалей, которые ценой своего существования выручали нашу историю. Именно в какое время? В тяжелое. Итак, посмотрите на эти фотографии. Мы видим, история – это прошлое и настоящее. Стремительно бежит время, меняется мир. Приходят новые поколения, которые перекраивают города, строят новые, благоустраивают, изменяют старые. Порой за этими изменениями мы не замечаем о том, что забывается прошлое. Прошлое чего? Маленьких улиц, площадей, зданий. Ребята, а вы интересуетесь прошлым, именно историей своего края. Как можно изучать историю? Мы с вами уже говорили о том, что история изучается по различным источникам. Но как же изучается история своей малой родины? Мы можем узнать об истории махали, города, через интернет. Мы можем пойти в библиотеку или в архив. Мы можем прослушать беседы или рассказы, побывать в музее и посмотреть какие-либо документы. И естественно, что сами предметы могут рассказать нам об истории нашего края. История моей махали – села, района, города и области. Мы с вами уже говорили, это название нашей темы. А почему? Потому что первые шаги начинаются как книга, и мы начинаем записывать все с самого начала. Все началось с семейной традиции читать перед сном, когда возникает много вопросов. Что? Почему? Как? Оказалось, что многие не знают истории своего края, истории своего города. Например, я задумываюсь, как же образовался город, а почему у него такое название? А ведь это, ребята, неправильно. Идя в будущее, человек всегда опирается на опыт прошлых лет. Я люблю свой край. Исследование данной темы очень важно. А почему? Это поможет глубже узнать и сильнее полюбить историю не только своего края, но и историю всей страны, в данном случае Узбекистана. Изучать историю от зарождения до возникновения, от первобытности до независимости. Это цели, которые мы ставим перед домашним заданием, перед практической работой. Запомнили? Помимо целей у нас есть и задачи. Какие задачи? Первое. Проанализировать информацию, полученную при изучении различных источников по истории и сложить полученный материал. Второе. Найти по утех решения этих задач по привлечению как можно большего числа сверстников. Но не только сверстников. Вы можете обратиться даже к своим родителям, бабушкам и дедушкам к изучению истории своего края, махали, области или города. Третье. И, естественно, сделать выводы о проделанной работе. Помимо этого, есть гипотеза и методы работы. То есть, к какому выводу мы должны будем прийти? Если изучать историю родного края от древнейших времен до наших дней, то можно получить материал, который будет интересен не только вам, но и всему населению. А вдруг вы узнаете то, что еще неизвестно? Вдруг вы сделаете какое-либо открытие? И методы работы. Как нужно работать? Это работа с различной литературой, словарями, архивами, энциклопедиями, источниками интернета. Но с интернетом, ребята, будьте внимательны. Почему? Потому что бывает о том, что там допущены и ошибки. Беседа, экскурсии, опрос, видеоматериалы, различные источники средств массовой информации, консультации специалистов и прослушать какое-либо интервью. Посмотрите, это и есть история моей малой родины. Мы видим и картины, и памятники. И это все история. Посещение краеведческих или каких-либо тематических музеев позволяет получить наглядное подтверждение того материала, который вы найдете. Давайте попробуем. Итак, посмотрите, это подтверждает о том, что это были первые поселенцы нашей страны. И ведь действительно первыми были кто? Именно животные. Мамонты, бизоны. А как же динозавры, спросите вы? Динозавры здесь тоже были. Хотя доказательства мало, но на территории Узбекистана были обнаружены именно следы динозавров. Если вы проживаете в городе Ташкенте и в других центральных городах, то можно зайти в музей палеонтологии, и вы там обратите внимание именно на скелеты динозавров. А как выяснилось, мы до сих пор точно не знаем, как выглядели первые люди, которые проживали на территории Узбекистана, но предполагают, что это были именно неандертальцы. Так, территория Узбекистана заселялась с различных сторон. А почему? Вот мы видим именно, как и каким образом заселялась территория Узбекистана. Мы можем сделать еще очень много интересного, неоткрытого. Посмотрите, это картины неизвестных художников, которые описали архитектурный памятник. Это памятники наскальные и изображения караванов. А именно, если вы помните, караванщики рассказывали истории. Посмотрите на книгу. Это история моей малой родины. Это не книга, это фотоальбом. гордостью края его люди, подлинные творцы всех трудовых и творческих свершений, новаторы и рационализаторы. А почему? Потому что именно люди творят историю. Без людей и нет истории. Любовь к родной земле неоспорима. Каждый любит ее по-своему, но невозможно по-настоящему любить то, что не знаешь. Наше задание знакомо с новыми страницами истории родного края, помогает приказнуться прошлому, осмыслить настоящее, заглянуть в будущее. А почему? Ведь представьте себе, кто-то напишет историю Махали, кто-то напишет историю города, кто-то напишет историю области, но все вместе вы откроете новое, ведь вы узнаете много интересного. Из малых родин состоит страна. Это задание поможет вам осознать, что вы являетесь малой частицей своей страны. Итак, шаг за шагом, используя новые технологии, давайте попробуем создать один большой комплекс, работа которого в первую очередь будет на повышение интереса к истории. Края и в свою очередь поможет привести нас в будущее или к повышению уровня жизни родного края, к повышению его экономики. В своей работе попытайтесь рассказать о том, как сведения о крае по крупицам, которые накапливались с древнейших времен и до наших дней, но при этом используйте более интересный материал и факты. в учебнике у нас поставлены несколько задач, которые описывают, как изучать не только историю своего края, но изучать историю Махали, города, области. Итак, какие же задачи поставлены перед нами в учебнике? Это дата, основание. Вы видите, в скопах отмечено Махаля, город, область. Вы не берете все, вы выбираете только один сюжет. Что означает название? Напишите, какие объекты есть в Махале, в городе или в области, какие изменения произошли за годы независимости, какие знаменитости проживают в данной Махале, городе или области. Это поэты, депутаты. Мы знаем, что есть люди-герои, которые совершали какие-либо бодвиги. И кем вы восхищаетесь, и кем вы хотите стать, для того, чтобы помочь своей родине в будущем. Вы должны доказать и подтвердить гипотезу. Если изучать историю родного края от древнейших времен до наших дней, то можно получить материал, интересный для населения. То есть, я вам уже говорила о том, что это гипотеза и цель нашего задания. Итак, как же можно выполнить это задание? Вот посмотрите, это образец. Ребята нарисовали рисунком и описали историю Махали. Ребята написали маленькое сочинение. Махаля в переводе с узбекского языка означает квартал. Моя Махаля имеет современный облик, объединяя на своей территории группу многоэтажек, где каждый знает друг друга. Рассказывают, что раньше центром Махали была Чайхана или мечеть, сегодня центром является Махалинский Гузар. Моя Махаля носит название речки, которая по ней протекает. Это кота Карасув. Она состоит из группы серых паныльных домов, которые были построены в 80-е годы. В Узбекистане жизнь протекает на улицах и во дворах многоэтажек, особенно вечерами. Все соседи собираются на площадке возле дома. Что-то или кого-то обсуждают, обмениваются новостями местными и мировыми, а дети играют на улицу недалеко или неподалеку. На улице шумно и оживленно, но одно остается неизменным. Махаля, как и раньше, всегда помогает жить людям. Это первое небольшое сочинение, которое было написано. Второе, то есть это тоже образец. Я живу в Масиве Бешагач, вошедшим в Новую Махалю или квартал Янгей-Камалон. 15 лет назад, после ее основания в 1995 году, а до этого новый массив, который сформировался в 1980 году, первоначально входил в старейшую Махалю, которая называлась Камалон-Даха или район. Камалон считается одной из старейших Махалей в Даха, Бешагач. Ныне на месте этой Махали находятся Медресе и Национальный парк. Махаля прежде называлась Камалон-Гарон, что означает в переводе «изготовители стрел». Бешагач означает по-тюрски «пять деревьев». В письменных источниках он также был назван Даха-Занги-Ата. Эта Даха имела трое ворот Самарканд, Камалани и Бешагач. Пять больших медресе, 75 мечетей, 76 Махалей и 36 Мавзе или земельных участок за пределами города. В Махале проживают и великие известные люди. Это академик, первый дирижер узбечка, дипломат. Можно назвать, это только малая часть людей, которые живут в этой Махале. Я горжусь, что живу в данной Махале. Это тоже написал ребенок. Но вы можете и подобрать старые фотографии и сделать презентацию. А теперь посмотрите маленький видеоролик. Махале. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Какие выводы мы можем сделать? Гипотеза подтвердилась. Как мы выяснили, что историю своей малой родины знать необходимо. Подросток, который будет знать историю своего города, края, махали, памятников культуры, архитектуры, никогда не совершит вандализма. Он просто будет знать им цену и гордиться своей родиной. Итак, ребята, а теперь домашнее задание. Прочитайте внимательно учебник, параграф 2, страница 8-9. Именно там указано, как нужно написать эту практическую работу. Составьте историю своей махали, кишлака, города, района или области. Большое спасибо за внимание. Урок окончен. Здравствуйте, дорогие ребята. Тема сегодняшнего занятия – это лабораторная работа. Сегодня мы с вами ознакомимся с правилами техники безопасности, также ознакомимся с лабораторным оборудованием. План нашей работы – знакомство со всеми правилами, которые будет необходимо выучить. И вы увидите, какое лабораторное оборудование возможно использовать при проведении лабораторных работ. Цели. Подробно изучить правила техники безопасности, так как это имеет огромное значение. Ознакомиться с лабораторным оборудованием и узнать, для чего его применяют. Развить научно-материстические взгляды. Итак, ребята, первое основное правило техники безопасности. Все лабораторные и практические занятия необходимо выполнять под руководством вашего преподавателя. Второе. Перед тем, как приступить к выполнению лабораторной работы, необходимо внимательно прочитать инструкцию по выполнению данной работы. Третье. Необходимо подготовить оборудование по порядку. Разместить его на столе и убрать лишние вещи со стола, чтобы ничего вам не мешало. Четвертое. Проверьте подготовку оборудования. То есть у вас на столе должно стоять все, что вам необходимо именно для этой лабораторной работы. Обязательно проверьте целостность химической посуды. Если вы обнаружили, что некоторые пробирки или колбы треснуты, такую химическую посуду использовать нельзя. Пятое правило. Пробирки и колбы становятся горячими при нагревании и кипячении. Поэтому их необходимо держать при помощи специального держателя. Пробирку или колбу необходимо держать отверстием от себя. Но ни в коем случае нельзя направлять его в сторону своего одноклассника или одноклассницы. А теперь давайте посмотрим, как именно это нужно делать. Итак, ребята, возьмем пробирку. Нальем в нее воду. Поставим ее. Для того, чтобы ее нагреть, нам необходим будет спирт. Это у нас сухой спирт. Посмотрите, какую форму он имеет. Округлый. Для того, чтобы его поджечь, мы будем использовать спички. Сухой спирт необходимо аккуратно поджигать. Это должен делать учитель. Поджигание сухого спирта происходит снизу. Для того, чтобы он лучше разгорался. Когда он начинает гореть, мы его аккуратно кладем. Теперь пробирка, в которую мы налили воду, мы ее держим при помощи специального держателя, который имеет деревянную ручку. Аккуратно ее прикрепляем. Таким образом, вот так она держится. Необходимо отверстие пробирки отводить в сторону от своего лица. И ни в коем случае не направлять его в сторону людей, которые находятся рядом. При нагревании необходимо постепенно помешивать. То есть просто держать над огнем нельзя. Нагревание происходит постепенно. В результате вода постепенно нагревается. В дальнейшем можно наблюдать образование капелек воды на стенках пробирки. Посмотрите, уже начинают постепенно они набираться. Чем дольше мы нагреваем воду, тем выше становится ее температура. Соответственно, начинает постепенно идти пар. И вода закипает. То есть если я вот так подниму, вы увидите, что вода постепенно кипит. То есть этот процесс необходимо делать именно при помощи такого держателя. Или иначе может произойти ожог. После нагревания мы аккуратно оставляем пробирку. И сухой спирт тушим. Мы знаем, что процесс горения происходит только при наличии кислорода. Поэтому просто перекрыв кислород, сухой спирт у нас гаснет. И убираем его в сторону. Итак, ребята, мы с вами ознакомились, как необходимо нагревать растворы. Итак, ребята, мы с вами рассмотрели пятое правило техники безопасности. Шестое правило. По окончанию эксперимента вымойте всю посуду и сдайте ее учителю. Седьмое. После завершения эксперимента обязательно вымойте руки с мылом. Эти правила необходимо будет выучить. А теперь ознакомимся более подробно с химической посудой, которая используется при проведении лабораторных работ. Стеклянная посуда. Она прозрачная. То есть за счет того, что она прозрачная, мы можем наблюдать, что именно происходит с веществами. Сейчас мы с вами наблюдали процесс закипания воды в связи с тем, что, посмотрите, она прозрачная, она состоит из стекла. Поэтому в стеклянной посуде очень удобно наблюдать за веществами. Также есть еще и другая химическая посуда. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аккуратно опускается И потом получается Вот такой временный микропрепарат Который вы можете изучать под микроскопом Под микроскопом Вы увидите, какие организмы имеются в данной воде Если, например, вы взяли воду из аквариума Или из лужи А теперь, ребята, Домашнее задание Необходимо выучить Правила техники безопасности Которые мы сегодня с вами рассмотрели также я вам советую сделать соответствующие выводы для себя спасибо за внимание до новых встреч до свидания а guten tag liebe freunde heute beginnen wir unsere zweite Stunde und тема der Stunde heißt Begrüßung дорогие друзья я приветствую вас и сегодня мы начинаем с вами наш второй урок и тема второго урока называется Begrüßung что означает приветствие So, wir haben Plan der Stunde. Was machen wir heute? Wir lernen Wörter, wir ergänzen den Dialog, wir lesen den Text, wir arbeiten an der Grammatik, wir machen Übung und Sie bekommen natürlich Hausaufgaben. Ребят, что мы сегодня делаем? У нас есть план урока, сегодня мы учим новые слова, мы работаем с диалогом, дополняем подходящими словами диалог, мы читаем текст, работаем над грамматическим явлением, делаем упражнения, закрепляем это грамматическое явление и вы конечно же получаете домашнее задание Gehen wir weiter. Und jetzt wiederholen wir Hausaufgaben. Ребят, в прошлый раз в качестве домашнего задания вы получили диалог и в этом диалоге встречаются эти вопросы. Мы с вами также выучили личные местоимения, некоторые личные местоимения в дательном падеже, в немецком языке. И сейчас давайте мы повторим, будем wir wiederholen diese Fragen und mögliche Antworten. Эти вопросы и возможные ответы. Wie geht es dir? Как у тебя дела? И ответ Danke, es geht mir gut. Спасибо, у меня хорошо. И именно эти местоимения dir и mir являются местоимениями в дательном падеже. Gehen wir weiter. Und nächste Frage. Wie geht es Ihnen? Как у вас дела? То есть мы используем вежливую форму. Und mögliche Antwort. Danke, es geht mir prima. Спасибо, у меня замечательно. Nächste Frage. Wie geht es euch? Как у вас дела? То есть мы обращаемся таким образом, используя это местоимение euch, группе людей, с каждым из которых мы можем быть на «ты». То есть это к друзьям, к одноклассникам. Und mögliche Antwort. Danke, es geht uns sehr gut. Спасибо, у нас очень хорошо. So, gehen wir weiter. Идём дальше. И jetzt lernen wir Wörter. Es gibt solche Arten von Begrüßungen. Есть такие способы, wie приветствия. Zum Beispiel «Handschütteln». Was bedeutet «Handschütteln»? Здороваться за руку. Рукопожатие. Weiter. Auf die Schulter klopfen. Похлопывать по плечу. Mit der Hand winken. Machать рукой. И как раз-таки в период соблюдения карантинных мер, ребят, это приветствие является самым на сегодняшний день актуальным. «Handschütteln» – das ist ein bisschen gefährlich. Рукопожатие на сегодняшний день является, так сказать, опасным. И самым лучшим приветствием это помахать рукой. So, gehen wir weiter. Und jetzt sehen wir einen kurzen Zeichentricks-Film. Bitte, sehen Sie und hören Sie aufmerksam zu. «Handschütteln» Die Sonne geht auf. Es ist morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Die Sonne steht hoch oben am Himmel. Es ist Tag. Guten Tag. Guten Tag. Die Sonne geht unter. Es wird Abend. Guten Abend. Guten Abend. Es ist dunkel. Das ist der Mond. Und das sind die Sterne. Es ist Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Wir говорим доброе утро. Днем мы говорим добрый день. Вечером мы приветствуем добрый вечер. И ночью желаем доброй ночи. So, die Leute begrüßen sich und sagen noch guten Morgen. Guten Tag. Guten Abend. Und Hallo. Люди приветствуют друг друга. И говорят das следующее приветствие. Доброе утро. Добрый день. Добрый вечер. И привет. Und diese Wörter, diese Begrüßungen, ja, teilen wir in zwei Gruppen. Und zwar Formelle Begrüßung und Informelle Begrüßung. Ребят, эти приветствия мы с вами разделим на две группы. Официальное обращение приветствия и неофициальное приветствие. К этой группе официальное приветствие относится приветствие Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend. И ко второй группе неофициальное приветствие, а относится приветствие Hallo oder Привет. Мы приветствуем так своих друзей и близких коллег. So, gehen wir weiter. Jetzt arbeiten wir an diesem Dialog. Es gibt Lücken und wir sollen passende Wörter für jeden Satz finden. Ребят, перед вами диалог. Diesen Dialog heißt die Begrüßung. Этот диалог называется приветствие. Что мы должны с вами сделать? Hier rechts auf diesem Feld gibt es Wörter. То есть справа на этом поле находятся слова. И эти слова мы используем для дополнения данного Dialoga. Wir suchen passende Wörter. Wir suchen passende Wörter und ergänzen diese Sätze. Und zum Beispiel. Guten Tag, ich fäll das Wort Wörter. Und du. Guten Tag, ich auch fäll das Wort Wörter. То есть я начала читать диалог и называю эти пропуски, то есть где отсутствуют эти слова. So, es gibt weiter und jetzt wollen wir zusammen machen. Давайте мы дополним этот диалог вместе. Сделаем это упражнение вместе. So. Für ersten Satz. Guten Tag, ich heiße Batyr. Hier finden wir das passende Wort. Und zwar heiße. Und benutzen in diesem Satz. Здесь мы нашли, на этом синем поле, нашли подходящее слово и дополнили первое предложение. So. Ich lese. Я прочитаю первое предложение. Guten Tag, ich heiße Batyr. Und du. Добрый день, меня зовут Batyr. А тебя? Und jetzt sagt Barnau. Guten Tag, ich bin Barnau. Wie geht es dir? Hier für diesen Satz haben wir das Verb bin gewählt. Und benutzt in diesem Satz. То есть здесь мы нашли подходящее слово и дополнили это предложение. Guten Tag, ich bin Barnau. Добрый день, я Barnau. Wie geht es dir? Как у тебя дела? Gehen wir weiter. Auch suchen wir das passende Wort. Und zwar geht. Und benutzen wir in diesem Satz. Нашли подходящее слово и дополняем это предложение. Danke, es geht mir gut. Und du. Спасибо. У меня. Хорошо. А у тебя? So gehen wir weiter. Und noch haben wir das passende Wort gefunden. Нашли мы еще подходящее слово. Und zwar Wonst, а именно глагол Wonst. И использовали в этом предложение. Danke. Wo wohnst du? Спасибо. А где ты живешь? А где ты живешь? Gehen wir weiter. Auch suchen wir passende Wörter. Wohne. Und ergänzen wir diesen Satz. Ich wohne in Usbekistan, Straße Nr. 5. Und du. Я живу на узбекистанской улице Nr. 5. А ты. Сколько тебе лет? So. Und das Verb bin benutzen wir. In diesem Satz. Ich bin 10 Jahre alt. Мне 10 лет. Так. So. Das Verb gehe. Benutzen wir hier. Jetzt gehe ich in die Schule. Сейчас я иду в школу. Und noch auf. Benutzen wir in diesem Satz. Auf wiedersehen. До свидания. Und Barnaud auch antwortet. Auf wiedersehen. So. Wir haben diese Aufgabe gemacht. Und diesen Dialog ergänzt. Wir выполнили это задание. И дополнили данные предложения этого Dialoga. Jetzt haben wir nächste Aufgabe. Ребят, следующее задание. Wir lesen den Text. Wir lesen den Text. Wir читаем den Text. Wir работаем над Textом. Text heißt. Ich bin Monika. 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 Schach. Я охотно играю в шахматы. Или можно сказать. Мне нравится играть в шахматы. Meine Freundin heißt Elize. Моя подруга зовут Elize. Sie ist auch elf Jahre alt. Ей тоже одиннадцать лет. Elize spielt gern Tennis. Elize нравится играть Tennis. Sie ist meine beste Freundin. Она моя лучшая подруга. So. Was machen wir? Weiter arbeiten wir an diesem Text. Und zwar wir stellen Fragen. Wir benutzen Fragenwörter. Welche Fragenwörter können wir nennen? Ребят, мы в данном задании для формирования данных вопросов используем Fragenwörter. То есть вопросительные слова. Какие вопросительные слова вы знаете, помните. Wer, кто, was, что, wie, как, wo, где, wann, когда, wohin, куда, warum, почему. Und mit diesen Wörtern bilden wir Fragesätze. То есть этими словами мы образуем, составляем вопросительные предложения. Und es gibt eine Regel. Есть одно правило. Fragesätze mit einem Fragewort. Und in diesem Satz, in diesem Fragesatz, erste Position nimmt Fragewort. Und zweite Position nimmt das Verb ein. То есть в данных предложениях, в вопросительных предложениях с вопросительным словом, конечно же, на первом месте располагается само вопросительное слово, и уже после него следует глагол. То есть глагол занимает вторую позицию в предложении. Zum Beispiel, здесь есть примеры данных предложений. Wer ist das? Кто это? Was ist das? Что это? Рассмотрим. Wer oder was, das sind Fragewörter. Wer и was, это вопросительные слова. Ist, das ist wer. Ist, это глагол. То есть то, что я говорила ранее, вы увидели здесь в этих предложениях. Gehen wir weiter. Wie heißt du? Как тебя зовут? Wie? Das ist Fragewort. Und heißt, das ist das Verb. Wie? Это вопросительное слово. И heißt это глагол. И в solcher Weise gehen wir weiter. Wo wohnst du? Где ты живёшь? Wohin gehst du? Куда ты идёшь? So, jetzt nehmen wir diese Sätze aus dem Text und stellen wir die Frage zu diesen Sätzen. Zum Beispiel. Ich heiße Monika. Ребят, мы взяли эти предложения из текста и теперь будем формировать вопросы, будем задавать вопросы отдельно каждому предложению. Первое предложение. Ich heiße Monika. Меня зовут Monika. Welche Frage können wir stellen? Natürlich. Wie heißt du? Weiter. Ich bin elf Jahre alt. Auch. Welchen Fragesatz können wir stellen? Und welche Fragewörter benutzen? Wie alt bist du? Сколько тебе лет? Gehen wir weiter. Ich bin Schülerin. Und Frage dazu. Wer bist du? Кто ты? Ich gehe in die Schule. Wohin gehst du? Der nächste Satz. Unsere Schule liegt im Zentrum der Stadt. Наша школа располагается в центре города. Und Frage. И вопрос. Wo liegt deine Schule? Где находится твоя школа? Sie ist neu. Она новая. Wie ist die Schule? Какая школа? Solcherweise arbeiten sie nach diesem Beispiel. Ja? Ich male gern. Was machst du gern? Ich spiele gern Schach. Was spielst du gern? Meine Freundin heißt Elise. Wie heißt deine Freundin? Und endlich bekommen sie Hausaufgabe. Так. И пришло время получить домашнее задание. Sie machen Übung 3 auf der Seite 5 im Lehrbuch. Ребята, вы получаете в качестве домашнего задания упражнение третье. В ваших учебниках вы найдете на странице номер 5. Was machen wir hier? Например, что нужно здесь делать? Was passt zusammen? Man muss diese Wörter verbinden in einem Satz. Нужно соединить данные слова из двух колонок в одно предложение. То есть найти, что к чему подходит, какая часть к чему подходит. Например, solcherweise. Ich heiße Monika und bin elf Jahre alt. Weiter. Ich bin schülerin. So weitermachen Sie selbstständig. Unsere Stunde ist zu Ende. Danke für Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Viel Spaß. До свидания, ребята. Субтитры создавал DimaTorzok. DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 DimaTorzok.